В эфире новости губернии. Здравствуйте в студии Татьяна Потоцкая. И сначала коротко о главных темах выпуска. Народный контроль за капремонтом и программа, о которой так много говорили в действии. Где работы уже начались, а где пока одни проблемы. Проверили эксперты, общественники и наши корреспонденты. Вопреки прогнозам и наперекор погоде, самарские аграрии рассчитывают на хороший урожай. В половине районов области вышли на уборку озимых, а в Приволжье уже пошли на рекорд. Репортаж с полей в нашем выпуске. Электрогрузовик, наномыло и вообще повышенная концентрация инноваций. Инновации резидента Жиглевской долины показали новейшие полезные разработки в действии нашей съемочной группе. И даже разрешили ими воспользоваться. Сегодня Николай Меркушкин подал документы в обл. сберком для регистрации в качестве кандидата на пост губернатора Самарской области. Также заявление уже написали представители других парламентских партий и политических объединений. Напомню, выборы пройдут в единый день голосования 14 сентября. В срок до 30 июля все кандидаты должны собрать подписи от депутатов, в том числе районных и сельских представительных органов. Обязательно минимум 266. Это так называемый муниципальный фильтр. Правда, как выяснилось, не все будут делать это самостоятельно. Вот так с проверкой каждого документа, а их целый список, происходит подача заявления. Необходимы все данные, в том числе о доходах и расходах. После все справки проверяются. Желание Николая Меркушкина участвовать в выборах губернатора поддержал Владимир Путин. Решение провести их именно в этом году связано сразу с несколькими моментами. По плану они приходились на 2017-й, но тогда предстоит много работы с чемпионатом мира по футболу. Регион должен сдать все объекты комиссии ФИФА. К тому же пришло время расставить все точки над «и». Губернатор, избранный всенародно, имеет большое преимущество, в том числе и на федеральном уровне. Теперь официально, вот с этого времени, с этого часа, я и как кандидат, теперь зарегистрированный. И, естественно, мероприятия, многие публичные, пойдут уже в рамках предвыборной кампании. Естественно, будут мероприятия, связанные с реализацией полномочий, исполняющего обязанности губернатора. От этого никуда не уйти, жизнь не идет, иногда конкретными вещами заниматься. И тоже будут поездки разные, будут деловые вопросы разные решаться по ходу. Ну а многие публичные встречи, крупные публичные встречи, они перейдут на плоскость уже предвыборной кампании. Следующий шаг – сбор подписей. Их должно быть не менее 266. Право поддержать за депутатами и главами, в том числе сельских поселений. Ранее Николай Меркушкин предложил оппонентам помощь в этом вопросе. На местах организовать встречи, чтобы у них была возможность представить свои программы. Некоторым из них это не понравилось. И в том числе есть письмо сюда в администрацию. Вы скажите, в какой кабинет прийти, в какой кабинет прийти, где я получу эту пачку с подписью 266. Назовите прямо официальное письмо. Официальное письмо. Но это вообще, вообще ни в какие рамки. Да, и что вас все равно заставят, но нас могут заставить, если ты проповедуешь демократические принципы, что за тогда демократия. Николай Меркушкин не исключает, что скорее всего помогать придется. В этом случае депутатам и главам придется поддерживать тех людей, которых, возможно, они даже не видели. Ольга Павловская, Вячеслав Потоцкий. Новости губернии. О настоящем и будущем Тольятти в режиме вопрос-ответ. Николай Меркушкин встретился с жителями Комсомольского района города. Говорили о наболевшем открыто. Незаконная застройка, вырубка деревьев, ЖКХ, сельское хозяйство. О проблемах, которые уже решены, и о планах, которые только предстоит воплотить в жизнь. Анна Архипова. Встреча не первая с форматом знакома. В зале более 400 жителей Комсомольского района. После вступительной речи главы региона к микрофонам потянулись желающие получить ответ лично от руководителя Самарской области. Нехватка спортобъектов. Одна из главных тем. Николай Меркушкин подчеркнул, в ближайшее время этот вопрос будет закрыт. В областном бюджете заложены средства на возведение как минимум двух комплексов в Комсомольском районе. В одном из них это сразу три. И лед, и бассейн, и универсальный зал для игровых видов спорта. Не оставили без внимания и сельское хозяйство. В частности, жителей интересовала судьба ранее крупнейшего в стране, а с 2010 года закрытого свинокомплекса СВ Поволжская. Экономические трудности, к которым привело предприятие и его бывшее руководство, повлекли за собой безработицу. На протяжении двух лет правительство региона ищет пути выхода из непростой ситуации. Если будет все нормально там сейчас с конъюнктурой, с ВТО, и останется государственная поддержка, в том числе на федеральном уровне, я не исключаю, что на этот комплекс придет инвестор, который там 276 тысяч уже сделать нельзя. Сейчас по нормам санитарным, там максимум можно будет 180 тысяч голов предел, а так оптимально 160 тысяч голов. Но это тоже очень большой комплекс, очень большой комплекс. Но в таких этих, это не исключается, мы будем заниматься и будем возобновивать, одним словом, работу. Николай Иванович, спасибо вам большое, что мы тоже благодарим Бога, работники сельского хозяйства, что вы пришли и трудитесь на нашей самарской земле. И очень, очень много позитивных сейчас строится, мы знаем, комплексы крупного рогатого скота, очень много проектов, очень много вложений. Спасибо вам огромное. И мы надеемся, с этими позитивными изменениями, у нас тоже зародилась надежда, что у нас тоже будут рабочие места у наших детей, у наших внуков. Отсутствие газа, проблемы с водоснабжением, ремонт дорог на контроле областного правительства. Николай Меркушкин отметил, чтобы изменить ситуацию, необходимо вернуть Самарской области былую славу опорного региона страны и добавить политический вес. И здесь многое зависит от явки на выборах 14 сентября. Показать, что мы сейчас стали другими, что мы все это понимаем, что на нас можно переться, на нас можно переться, что мы тот регион, который, особенно в сложное время, может консолидироваться, может понять, может прийти и поступить так, как нужно сегодня стране. Тогда нам снова будут доверять, снова будут доверять, типа, где построить нефтехимические предприятия, в Тольятти. Почему? Потому что там справиться. О настоящем и будущем Тольятти говорили на протяжении трех часов. Озвучено несколько десятков проблем, просьб и предложений. В разы больше передано в письменном виде. Местные чиновники получили ряд поручений. Срочно рассмотреть вопрос с детскими площадками, привести в порядок городское кладбище. Отношение к погосту определяет уровень культуры в обществе, подчеркнул Николай Меркушкин. Также необходимо отремонтировать дороги и подъезды ко всем населенным пунктам. Хотелось бы, чтобы Тольятти стал вторым райским уголком после Саранска. Нет, первым. Первым. Теперь я в Тольятти. Пусть первым, я согласна. А что касается нас, люд Комсомольского района, поможем во всех ваших делах. Глава региона напомнил, подобный диалог состоялся год назад. Тогда, перед выборами в Думу Автограда, руководителю области и населению удалось услышать друг друга. Слушать и слышать друг друга – это задача для всех. И если работать дружно, ждет нас с вами успех. Анна Архипова, Александр Герафеев, Новости губернии, Тольятти. 884 многоквартирных дома в регионе отремонтируют капитально в этом году. Для половины из них сейчас подбирают подрядчиков. Программа, о которой так много говорили, уже работает. Довольны ли жители? Сегодня проверили общественники и наша съемочная группа. Дому номер один на улице Новокомсомольской 32 года. За все это время он ни разу капитально не ремонтировался. Холодно. Ну мы хоть вот пластиковые окна поставлены, там потеплее. А если где нет, так замерзают люди, что хоть и топят хорошо. Вот мы решили, собирали собрание утеплить дом. Поэтому началось все с фасада. Утепление фасада в доме проводят в рамках областной программы капитального ремонта. На эти цели из специального фонда выделено 3 миллиона 350 тысяч рублей. Работы начались 11 июня. В принципе, ходом реконструкции жильцы довольны. Но, как говорится, есть нюансы. Одно столько плохо, что балконы не будут. Ну хоть бы облепили немножечко, чтобы вид-то. А то стены такие хорошие, дом хороший, а балконы стоят. А мы вот пенсионеры там живем. Я же не достану даже побелить. По словам подрядчиков, в смете денег на приведение в порядок балконов не заложено. В рамках выездного совещания Общественного совета фонда капитального ремонта на проблему обещали обратить внимание. А в доме 120 на улице Мичурина капремонт решили начать с давно текущей крыши. Теперь ветхий шифер тут заменят профнастилом, который при умелой эксплуатации может прослужить 50 лет. Но и тут у подрядчика возникли проблемы с управляющей компанией. Она не убрала мусор, который годами копился на чердаке. Я думаю, что есть смысл сейчас готовить уже на, может быть, Министерство энергетики ЖКХ какие-то методические рекомендации управляющим компаниям, чтобы они при подготовке к проведению капитального ремонта, они подготовили эти площадки. Готовили фасады, готовили крыши, готовили подвалы. Не исключено, что подобные документы появятся в рамках требований, которые управляющие компании обяжут выполнить, чтобы получить лицензию на обслуживание жилого фонда. Николай Козлов, Алексей Вельмискин, Новости губернии. Отопительный сезон по плану, без срывов и коммунальных неприятностей. На этот раз надеются провести в Безенчугском районе. Там к осени уже активно готовятся, ведется модернизация котельных. Татьяна Пудова пообщалась с теми, кто уже заметил разницу. Этот дом жители называли «Титаником». Почти 10 лет вода в подвале стояла по колено. Котельные работали с перебоями, тепла не было. С прошлого года ситуация начала меняться. Холоднее стало у нас или теплее, как лучше или хуже. Нам это говорит щупчик. В прошлом году у нас было 640 гигакалорий подано. В этом году 780. То есть у нас стало теплее в доме. Люди мерзли в квартирах и на улице Мамистова, 42. Рассказывают, гостей принимали в верхней одежде. Новые традиции сформировались еще несколько лет назад, зимой. Тогда столбик термометра в комнате не поднимался выше 16 градусов. С новой модульной котельной тепло в дома вернулось. С введением нового модуля проблемы, в общем-то, исчезли. Вовремя отопительный сезон начинается. И во время отопительного сезона срывов никаких. В домах очень тепло. Еще два года назад жители почти каждого жилого дома Безинчукского района могли поделиться своей историей борьбы за тепло. Сейчас в поселке наступил долгожданный коммунальный мир. По решению главы региона Николая Меркушкина в районе была проведена большая работа по модернизации котельных и ремонту тепловых сетей. Здесь построили несколько новых модульных котельных, а в старых сделали капитальный ремонт и обновили оборудование. Котельная нового поколения может работать без постоянного присутствия обслуживающего персонала. При холодной погоде автоматически она будет повышать температуру воды при теплой, соответственно, понижать. Начальник котельной не без гордости демонстрирует новое оборудование. Были сделаны расчеты по гидравлике, расчеты по мощностям и были смонтированы новые котельные уже именно с привязкой тех мощностей, которые востребованы для данного потребителя. Деньги выделяются из правительства, поэтому на федеральные деньги строятся. Все это идет техперевооружение. На капитальный ремонт были брошены все силы и теперь котельные готовы к эксплуатации. В местной администрации уверяют, этот отопительный сезон пройдет без сбоев. Норматив есть 18 градусов в рядовых квартирах, 20 в угловых, но в принципе везде температура повыше. Есть, конечно, дома, которые еще пока не дошли до такого режима, но это в основном только часть квартир. Дома все отапливались и средний режим был нормальный. В Безенчукском районе работают 33 котельные к отопительному сезону. Они практически готовы. Модернизация проводится в рамках областной программы. На очереди еще три котельные, которые работают на жидком топливе. Татьяна Пудова, Дмитрий Алатырцев, новости губернии, Безенчукский район. Главная финансовая структура области отмечает юбилей региональному управлению Центробанка России в Самарской области 150 лет. Торжественный прием прошел сегодня в зале филармонии. С праздником банковских работников поздравил временно исполняющий обязанности губернатора Николай Меркушкин. О системе, с которой полтора века назад началась новая экономика Самарской губернии. Нина Ванина. Сегодня в зале работники, пожалуй, одной из старейших структур губернии. У многих сложились целые династии. Тех, кто десятки трудовых лет посвятил банковскому делу, сегодня награждает глава региона. Свои истоки региональное управление Центробанка берет с 1864 года. С отменой крепостного права Самара начала строить и новую финансовую систему. Начав с нескольких десятков вкладчиков, в основном самарских купцов, сегодня без банковской сети сложно представить жизнь. На счетах в региональных банках более 80 миллиардов рублей вкладов населения. Спокойствие и уверенность вкладчиков – сверхзадача Центробанка. Кризис осени прошлого года, когда лицензии лишилось несколько банков, показал, даже в такой крепкой системе случаются сбои, но и их возможно стабилизировать. Такие усилия пришлось прилагать. Мы там ночами собирались и обсуждали итог каждого дня, что нужно сделать. Пришлось напрямую несколько раз в день обращаться к людям. Так произошло и хорошо, что так завершилось все. И, естественно, и на этом отрезке нам максимально надо сделать все, чтобы эта кровеносная система, говорят, она работала. Но вообще я хочу Николая Ивановича поблагодарить за то участие, которое он принял в самый трудный для нас момент. Вы помните, это был октябрь-ноябрь. Теперь у нас ситуация совершенно другая, она нормализовалась, и мы идем в гору. Николай Иванович, вам спасибо. В ювелирный день рождения не обошлось и без подарков коллективу. Николай Меркушкин вручил картину. Все цветет в самых ярких красках. Надо, чтобы у нас в финансах было точно так же. Инна Ванин, Александр Каракулько, Новости губернии. Две награды за один месяц получил аграрий из Привозского района. Сперва Николай Савенков удостоился звания заслуженный работник сельского хозяйства, а позже опытного труженька вознаградили свои же поля. А зимая пшеница на уборке дает под 40 центнеров с гектара. Впрочем, рекордные показатели фиксируют и фермеры с меньшим трудовым стажем. Тему продолжит Сергей Павлов. Трудовой стаж 40 лет. 27 из них председателем сельхозкооператива. Николай Савенков знает историю каждого поля. Любит больше посевную, чем уборку. Говорит, весна – самое время, когда пригождаются смекалка, хитрости и многолетний опыт. А лето уже итог стараний. Уважает не только рабочих, но и всех сельчан. Недавно построил в районе храм и детсад. В конце мая губернатор присвоил Савенкову звание заслуженный работник сельского хозяйства области. Это Николай Иванович Меркулькин, это увидел вместе с министром. То, что у нас стабильность. И в зарплате стабильность, и в урожайности, и вообще стабильность везде. Спустя месяц Савенкова благодарят и поля. Хорошая осень, элитные сорта, защита от вредителей и июньские дожди. Натура 800 грамм. Раз. Урожайность 40. Два. Кликовина 30. Другие не отстают и даже пытаются перечеголять. В технологиях, в мощности технопарка и скорости уборки. На этом поле творится что-то невообразимое. Шум, как на аэродроме. Восемь комбайнов выстрелились в ряд и атакуют поля с озимой пшеницей. Трофея для такой армады тысячи тонн янтарного дородного хлеба. Урожайность за 30. Но на разных полях по-разному. Те, что на поливе, зерном, конечно, богаче. Обычные же больше подкормили. Закладывали с осени разные системы обработки почвы. Потом на разных полях применялись различные дозы минеральных удобрений. По вегетации работали с микроэлементами. Всего в Привозском районе засеяно почти 9 тысяч гектаров озимых. Убрано уже половина площади. Конечно же, способствовало организованному выходу и в поле, и те стимулирующие средства, которые Николай Ивановичу Меркушкину определены. Люди вовремя подготовили технику, подготовили людей, подготовили сами. Жаркая страда только набирает обороты. В ближайшие дни к уборке приступят все муниципальные районы. Сергей Павлов, Михаил Смирнов. Новости губернии. Привозский район. Сотрудники Самарского гостехнадзора оказались в числе самых продвинутых. 63 регион во второй раз принимает на своей территории всероссийский семинар совещания работников структуры. И это не случайно. Одним из основных вопросов стало применение информационных технологий в работе. А с этой точки зрения Самарская область в лидерах. Чем удивили, увидела Ирина Трофимова. Передовое хозяйство и современные технологии. На одной площадке гости со всей страны и сотрудники гостехнадзора. Посмотреть на соседей приехали не случайно именно сюда, в Большечерниговский район Самарской области. Здесь применяются новые технологии, новые разработки. Существуют свои методы и приемы прогрессивные осуществления государственного надзора. В 2002 году проводили здесь семинар. И вот спустя 12 лет прошло, но работа не только не ухудшилась, она улучшилась. Поэтому принято было решение провести повторность. Система торможения, суммарный люфт руля и дымность каждой сельхозмашины. Внимание сотрудников технадзора привлекает каждая мелочь. Вплоть до болта на колесе. Процедуры знакомые, но мало кто может похвастаться таким оборудованием, как здесь. Специальная информационная система позволяет получить данные об оплате пошлины за считанные минуты. Заявитель приходит к нам, мы даем ему, скажем так, квитанцию с уникальным кодом. Он идет в банк, уже банк знает, по этому уникальному коду проводит операцию. И мы уже видим в течение 5 минут буквально, мы видим по этой программе то, что клиент оплатил госуслугу. И можем уже ее представить. Так, вместо нескольких дней, несколько минут. Идти в ногу со временем сотрудников гостехнадзора заставляют современные требования. Обновление парка сельхозтехники в регионе идет полным ходом. Очень значительная, хорошая, ощутимая поддержка со стороны областного правительства, губернатора Николая Ивановича Меркушкина, нашего отраслевого министерства сельского хозяйства. Вот это субсидии, если перевести на, чтобы было понятнее, в прошлом году, в 2013, мы получили 311 миллионов. Теперь введение одного только больше Черниговского района, 651 новый трактор и 250 комбайнов. А значит и требования проверки сельхоз и намарок должны соответствовать. Ирина Трофимова, Александр Дудко, новости губернии. По пути инновации или нанотехнологии в действии. Вторая очередь Жигулевской долины будет построена до конца года. А пока на территории воплощают в жизнь самые смелые научные идеи. Всего 100 уникальных проектов, часть из которых уже стали реальностью, когда на дороге выйдут автоматические электрогрузовики. И зачем нужны золотые лекарства и серебряное мыло. Ирина Грумеза все выяснила и кое-что испытала на себе. С первого взгляда и не поймешь, что эта жидкость фиолетового оттенка – продукт нанотехнологий. К тому же драгоценный. Так выглядит наночастица золота, получаемая методом химического восстановления. В таком виде она оказалась отличным катализатором, широко применяемым в промышленных целях, а также средством, которое на Западе используют в борьбе с раковыми опухолями. Называется «золотая пуля». Наночастица золота покрывается специальным адресным агентом, вводится в организм. Этот адресный агент доставляет эту наночастицу точно к опухоли. После этого наночастицы золота, так как они очень восприимчивы к инфракрасному свету, нагреваются инфракрасным светом и просто выжигают опухоль, не задевая соседних тканей. Инновационное сырье резидента Жигулевской долины разрабатывают на оборудовании, которое закуплено на бюджетные средства. Наночастицы меди используют как антигрибковое и противоводорослевое средство в различных пропитках и красках элементы цинка для антикоррозийной обработки. Мыло, которым я сейчас мою руки, также необычное. Оно содержит наночастицы серебра. На сегодняшний день это один из самых эффективных и безопасных антисептиков. Помимо того, что оно уничтожает до 100% бактерий, оно еще образует на руках защитную пленку, которая сохраняется до 8 часов. А в этой лаборатории изобретают роботизированную платформу для нужд Минобороны и МЧС. Машина на таком инновационном электродвигателе может ехать сама, без водителя, да еще и перевозить грузы. Всего у резидентов технопарка 100 проектов в сферах IT, транспорт, химия, энергоэффективность и биоматериалы. Поддержка, безусловно, она ощутимая. Это проект на контроле лично Николая Ивановича. То есть губернатор не раз здесь бывал, не раз смотрел, не раз ознакомился с темпами строительства. И тот импульс, который на сегодняшний день по темпам стройки, это, наверное, в том числе, безусловно, его, именно такой прям посыл хороший. В первую очередь Жигулевская долина уже работает. Вторая, по словам директора, до конца года будет в состоянии полной строительной готовности. Ирина Грумеза, Борис Кислица, Новости губернии, Тольятти. Больше тысячи самарских школьников проведут каникулы на море. Путевки в Анапу им достались не бесплатно, а за особые успехи в учебе, творчестве и спорте. В лагере Черноморец их ждут солнечные ванны, процедура и культурная программа. Детский поезд на вокзале провожала и Ася Кондаурова. Зал ожидания железнодорожного вокзала. Здесь сегодня особое нетерпение. Смена из нескольких сотен детей отправляется в лагерь. С собой все, что нужно для солнечных морских каникул. Кто-то впервые учился паковать чемоданы. Нам сказали еще в начале лета, ну, что вообще некоторые поедут в Анапу. Мы были прям рады вообще. Я даже не знаю как. Каждый из них как-то заслужил эту поездку достижениями в спорте, творчестве или отличной учебой. Есть и те, кому просто нужна поддержка. Ребята из детских домов и неполных семей. Всего 590 школьников со всей Самарской области. Вожатые обещают, скучать времени не будет. Пробудем мы там 21 день. Наша программа называется «Солнцеград». Каждый день у нас уже запланирован, расписан. Морские купания запланированы, экскурсии разноплановые. Я хочу им пожелать теплого моря, хорошего питания, хорошего досуга. В рамках нашей общей областной программы 1180 детей в два, скажем так, поезда или же в две смены отправляются в прекрасный город Анапу. Вторая смена уедет в Черноморец 6 августа. Тогда же в конце лета Самарскую смену впервые отправят в Крым. В Севастополе отдохнут 158 детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Азия Кондаурова, Виктор Соколов, Новости губернии. И на этом все новости. Увидимся. Субтитры предоставил DimaTorzok Днем в областной столице Итольятти ясно 25 выше ноля. В течение дня будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Днем в областной столице Итольятти ясно 25 выше ноля. Субтитры предоставил DimaTorzok Днем в областной столице Итольятти ясно 25 выше ноля. Субтитры предоставил DimaTorzok